книга открытым оком том 26 вопрос 3820 приходится встречать со старыми людьми и удивляешься как мало они думают о смерти а все только о болячках и как бы избавиться от них начинаешь говорить о покаянии они мы многое пережили и наша жизнь была лучше этой мы ничего плохого не делали а всю жизнь только работали читать даешь им что-то божественное они ссылаются на за нас на занятость и на плохое зрение как их вызвать на покаяние отвечает игнатий тихонович лапкин не вызволить их из этой пропасти они самые великие грешники плененные сатаной они столько зла натворили особенно виновны учителя и работники в сфере образования кино печати они сеяли отравы и ядовитые всходы это их плоды тут только молитва если бог благословит чуточку бы им увидеть что они натворили старческом моразьбе трудно найти место годная для посева слова божия она стареет дряблому лицу не помогают больше притирания как новой ручки медное сияние усталому от времени крыльцу а взгляд ее не сдался не потух пусть не девчонок не красавиц хлестких она еще выводит на подмостки своих эпизодических старух и сохранилась старенькая лента едва объявят где-нибудь одна смущаясь стомной слабостью в коленках спешит в неполный кинозал она спешит назад к себе двадцатилетний когда среди бесчисленных сестер ее одну на целом белом свете открыл для этой ленты режиссер и хоть глаза счастливые влажны она глядит чуть-чуть со стороны вот этот шаг не так бы это слово вот этот взгляд вот этот поворот ах если бы сейчас ах если б снова а фильм себе тихонечко идет не слишком звонкий и не обветшалый но что-то было в той девчонке шалой чего она не поняла сама ухмылка быстрая речи кутерьма и вновь она тревожится и любит среди чужих людей в случайном клубе но гаснет ленты обжитой уют вся там вдали от жизни повседневной она идет походкаю царевны а зрители ее не узнают 1965 год лев ашанин книга деяний 11 18 выслушав это они успокоились и прославили бога говоря видно и язычником дал бог покаяние в жизнь откровение 2 21 я дал ей время покаяться в любодеянии ее но она не покаялась кто верил хотя бы на уровне храмовых богослужений ему можно начинать говорить о необходимости покаяния по слову божию о жизни по евангелию иные бились за справедливость даже не подозревая что шли не в том направлении их душа им подсказывает это что нужно делать вступил я в жизнь к борьбе готовый но скоро кончилась борьба неумолим было рок суровый и на меня надел оковы и как на мятежного раба покорно нес я злую долю и совесть робкая логала она меня на свет на волю из тьми из тьмы безмолвной и не звала шла мимо жизнь шло время даром вообще я братьев слышал стон не удалял мне в сердце он больном сочувственным ударом не ударял мне в сердце он больным сочувственным ударом когда теперь смотрю назад на время юности порочной среди пустыни в тьме полночной блуждает мой печальный взгляд вот мной пройденная дорога ее предательский изгиб вел к страшной бездне много много из нас погибло воля бога меня спасла я не погиб но не стою я горделиво увенчан славою побед еще в душе воскресший свет еще в душе воскресший нет с минувшим полного разрыва я долго жил средь скверн и зол у их не чистого под и подножья тупела мысль немел глагол изнемогала сила божья еще я трепетом объят еще молит живая рана и на меня как из тумана виденья прежние глядят и полно знакомой мне боязнью еще я взгляды их ловлю мне угрожающие казнью за то что мыслю и люблю 1855 год а.м. жемчужников послание к римлянам 10.8 но что говорит писание близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем то есть слова веры которая проповедуем все что сберечь мне удалось надежды веры и любви в одну молитву все слилось переживи переживи эф тютчев забытый случай дальний дальний мерцает в прошлом как свеча в холодном бури на центральном мы удавили стукача нас было в камере двенадцать он был тринадцатым подлец по части всяких провокаций еще на воле был он спец он нас закладывал с умением он был нас сеткой среди нас но вот пришел конец терпенью пробил его последний час его притиснутого к нарам хвостом начавшего крутить любой из нас одним ударом досрочно мог освободить но чтоб никто не смел сознаться когда допрашивать начнут его душили все двенадцать тянули с двух сторон зажгут нас кум допрашивал подробно морил в кондее сколько мог нас били бешено и злобно но мы твердили сам подох и хоть отметки роковые на шее видел мал и стар врач записал гипертония в его последний его последний формуляр и на погосте под забором где не росла трава с тех пор он был земельным прокурором навечно принят под надзор промчались их годы словно выстрел и в память тех далеких дней двенадцать часть двенадцатая часть убийства лежит на совести моей 1964 год Анатолий Жигулин первая книга царств 25-33 и благословен разум твой и благословенна ты за то что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя 1 царств 22-22 и сказал Давид Ариафару я знал в тот день когда нам был доик иудумянин что он непременно донесет саулу простите еще раз 1 царств 22-22 и сказал Давид Ариафару я знал в тот день когда там был доик иудумянин что он непременно донесет саулу я виновен во всех душах дома отца твоего воспоминания старых людей приводят на пепелище юных мечтаний нужно чтобы дух святой им привел на память что за зарытый талант им придется нужно чтобы дух святой им это привел на память что за зарытый талант им придется отвечать здесь некогда могучий и прекрасный шумел и зеленел волшебный лес не лес а целый мир разнообразный исполненный видений и чудес лучи сквозили трепетали тени не умолкал в деревьях птичий гам мелькали в чаще быстрые олени и ловчий рок взывал по временам на перекрестках с речью и приветом навстречу нам из полутемы лесной обвеянный каким-то чудным светом знакомых лиц слетался целый рой какая жизнь какое обаяние какой для чувств роскошный светлый пир нам чудились не здешние создания но близок был нам этот дивный мир и вот опять к таинственному лесу мы с прежнюю любовью подошли но где же он кто опустил завесу спустил ее от неба до земли что это призрак чар или какие где мы и верить ли глазам своим здесь дым один как пятая стихия дым безотрадный бесконечный дым кое-где насквозь торчат по обнаженным пожарящим уродливые пни и бегают по сучьям обожженным зловещим трескам белые огни нет это сон нет ветерок повеет и дымный призрак унесет с собой и вот опять тот лес зазеленеет все тот же лес волшебный и родной 1867 год ф и тючев евангелие от матфея 25 30 а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю там будет плач и скрежет зубов и хочу но не в силах любить я людей я чужой среди них сердцу ближе друзей звезды небо холодная синяя даль и лесов и пустыни немая печаль не наскучит мне шуму деревьев внимать в сумрак ночи могу я смотреть до утра и о чем-то так сладко безумно рыдать словно ветер и мне брат и волна мне сестра и сырая земля мне родимая мать а меж тем ни с волной и ни с ветром мне жить и мне страшно всю жизнь не любить никого неужели на век а меж тем не с волной и ни с ветром мне жить и мне страшно всю жизнь не любить никого неужели на век мое сердце мертво дай мне силы господь моих братьев любить дс мережковский книга пророка иеремия 2.2 иди и возгласи в уши дочери иерусалима так говорит господь я вспоминаю о дружестве юности твоей о любви твоей когда ты была невестою когда последовала за мною в пустыню в землю не засеянную до конца и дуя на под на в в Продолжение следует...